Новый животноводческий комплекс построили под Тверью. Несколько дней назад ЗАО «Калининское» ввело в эксплуатацию высокотехнологичную специализированную фирму на 500 голов по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород. 7 сентября предприятие посетил губернатор Тверской области Игорь Руденя. О том, что было сделано, расскажет Наталья Чекет. На предприятии при государственной поддержке создан современный комплекс полного цикла от выращивания и заготовки кормов до селекции племенных животных и производства молочной продукции. Как отметил заместитель гендиректора ЗАО «Калининское» Сергей Аватков, основная задача предприятия – улучшение условий содержания животных. Это отразится на их самочувствии, на их здоровье, на будущих их потомстве и количестве молока. Здесь для жары установлены вентиляторы, здесь есть комфортные мягкие резиновые маты с опилками в качестве подстилки, вода с подогревом в холодный период времени. Естественно, автоматическое удаление навоза. Это очень благоприятно. Всё в целом влияет на содержание животных. Кроме того, на предприятии чуть больше месяца назад открыта новая автоматизированная линия по разливу молока и кефира в пэт-бутылки. Всё оборудование отечественного производства. Это более удобная упаковка. И, конечно же, мы сейчас расширяем объёмы производства и продажи именно в этой упаковке. Второй год подряд на предприятии организовывают лагерь труда и отдыха для школьников, участвовавших в программе летней занятости. Так старшеклассники могут определиться с будущей профессией. Ребята из 47-й школы этим летом трудились в животноводческом комплексе. В этом году мы работали 10 дней. Мы кормили телят, подбирали сено, убирали за коровами и на поле, получается, сено собирали. Помогает определиться с профессией, понять вообще, подходит тебе сельское хозяйство и помощь, в принципе, с животными. Сейчас на предприятии идёт уборочная кампания. С полей собирают кукурузу. Глава региона оценил работы по заготовке кормов, пообщался с рабочими и сам сел за руль комбайна. В этот же день на ЗАО Калининском прошла встреча сельхозпроизводителей Тверской области с главой региона. Актуальные вопросы развития и поддержки агропромышленного комплекса губернатор обсудил с руководителями предприятий, ветеранами отрасли. Многие сельхозпредприятия Верхневожи отметили эффективность мер государственной поддержки, которые им оказываются. Получаем все меры поддержки, которые предусмотрены. Мы работаем с прибылью, у нас нет задолженности никаких, поэтому мы подходим по всем критериям. Естественно, мы получаем и по машиностроительной продукции, и по молоку. По словам Игоря Рудени, одна из главных задач в агропромышленном комплексе – обеспечение технологической независимости. Минпромторг России ведет работу по импортозамещению и производству собственной сельхозтехники. Программа поддержки обновления сельхозтехники – это дополнительные деньги, которые необходимо нам выделить. Мы видим, что сегодня наша российская продукция сельхозмашиностроения пополняет ряды выбывающей техники. И техника очень хорошая, особенно мы видели сегодня тракторы «Кировец», которые работают успешно в ЗАО «Калининском». Поэтому тоже будут в этом году увеличены средства. Речь на встрече шла и о комплексном развитии сельских территорий. Участники отметили необходимость дальнейшей газификации поселений, расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов, ремонта дорог, создание комфортных условий проживания на селе. В свою очередь, хозяйство обеспечивает условия для привлечения и закрепления сотрудников. К примеру, строят жилье для своих специалистов. Продолжение следует...